МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В субботник такое решение приняли после обхода мэром центральных улиц района. Теренкур стал длиннее, удобно и туристам, и местным жителям. Но тропу здоровья продолжат удлинять. Жизнь в движении. Но эти движения надо делать правильно. В Сочи отметили день профилактики атеросклероза. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин посетил оздоровительный комплекс Валейград в Анапе главу государства сопровождал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В эти дни на территории спортивного центра проходит молодежное первенство России по пляжному волейболу. Президент пообщался с молодыми спортсменами и тренерами, а также понаблюдал за игрой. Сегодня учебный комплекс является главным центром подготовки национальных команд России по классическому и пляжному волейболу. Для этого здесь созданы все условия. Глава Кубани встретился с новым руководителем Росгвардии по Краснодарскому краю. Им стал генерал-майор Георгий Медоев. Указ о назначении подписал президент. Начальника управления федеральной службы в регионе губернатору представил первый заместитель командующего Южным округом войск Росгвардии Евгений Меркушин. Раньше именно он возглавлял краевое ведомство. Бывшего руководителя службы Вениамин Кондратьев поблагодарил за эффективную работу, а Георгию Медоеву пожелал успехов в непростом труде. Евгений Александрович, я хочу сказать слова огромной благодарности за неустанное служение, где-то без выходных, когда на самом деле мероприятия у нас проходят. Это кропотливая, очень напряженная работа, но она имеет свой результат. А результат – это стабильность. Говорит сохранить стабильность, а значит сохранить преемственность. Край очень мощный, сильный, развивающийся, динамичный. Любой город нашего региона насыщен графиком каких-то событийных мероприятий. Притом различного уровня, в том числе и международных. Поэтому здесь наша с вами задача – создать условия и обеспечить, что касается непосредственно вас, безопасность этих мероприятий на высочайшем уровне. Георгий Владимирович уже имеет опыт таких мероприятий. Он был начальником штаба такого же управления в Москве. Опыт он имеет. Я думаю, что позиция и главная команда войск не ошиблась в выборе данного генерала. Я думаю, что и дальше мы будем только приумножать наши традиции, совместно с вами работать. И я думаю, что мы вас не подведем. Важно, чтобы Росгвардия и дальше оставалась гарантом спокойствия для жителей и гостей Кубани, отметил губернатор. Впереди край ожидает масса различных мероприятий. От празднования начала учебного года до международных встреч и саммитов. И здесь важно обеспечить правопорядок в целом по региону. К 1 мая следующего года на Кубани восстановят 10 памятников Великой Отечественной войне. Это монументы, которым предстоит серьезная реконструкция. 2020 объявлен в России годом памяти и славы. О том, как противостоять искажению исторических фактов, говорили на заседании Краевого Оргкомитета Победа. Его провел губернатор Вениамин Кондратьев, напомнил и о помощи ветеранам, которая должна быть не только в канун праздников. Километры пыльных дорог и горных троп пробираться приходится вглубь леса. Даже туристы в этих местах редкость. Но 76 лет назад в районе Горячего Ключа развернулась линия фронта. Советские бойцы, отступив от Краснодара, держали оборону в предгорьях Кавказа. Сейчас на этих маршрутах можно встретить памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Правда, о многих из них мало кто знает. Половина из тех памятников, которые включены в проект, это памятники, которые действительно находятся в труднодоступных местах. Вот в этом году мы нашли памятник партизанскому отряду Пашковский, который не был отмечен ни на одной карте, который не состоит на учете в Управлении по сохранению культурного наследия. И вот задача узнать, когда этот памятник установлен истории отряда. Вот сейчас мы знаем, что этот отряд был расстрелян, что был предатель. Волонтеры движения «Дорога героев» в прямом смысле очищают от забвения монументы, установленные в честь тех трагических событий нашей страны. Добровольцы приводят в порядок обнаруженные памятники по всему краю. Таких мест уже больше сотни. Проект, который три года назад задумывался исключительно как туристический перерос в нечто большее. Возможность погрузиться в историю и на себе ощутить хотя бы малую долю того, что в этих лесах и горах чувствовали наши земляки, защищая Родину. Очень живописная природа и не зря наши предки сражались за эти территории. Это великая память, которую мы должны всегда хранить в своих сердцах. Чтобы попасть в группу и отправиться «Дорогой героев», достаточно оставить заявку на сайте движения. Только с начала года таких добровольцев набралось порядка 800 человек. Это, пожалуй, самый убедительный ответ тем, кто считает, что историю подвига советского народа можно переписать. Кубань во время Великой Отечественной войны потеряла более полумиллиона человек. Очень важно помнить о тех трагических событиях, обратился сегодня к членам Оргкомитета Победа Вениамин Кондратьев. В крае уже начали подготовку к 75-летию со дня Победы. 2020 год президент России Владимирович объявил годом памяти и славы. Потому что на самом деле юбилейный год. Вот и обратный отсчет, я считаю, мы дали подготовки уже с 22 июня. Со дня памяти и скорби, потому что, я считаю, мы должны максимально подготовиться качественно к этим мероприятиям, поскольку это на самом деле должно быть такое грандиозное событие, но в первую очередь зависит от нас, сколько мы сможем к нему подготовиться. Говорили и о преемственности поколения, о том, что нужно сохранить правду о священной для нас войне. Помогают в этом поисковые отряды. Добровольцы продолжают находить останки бойцов, погибших на Кубанской земле. И дело не только в том, чтобы предать тела героев земле. Участники походов по крупицам восстанавливают неизвестные ранние истории подвигов Великой Отечественной войны. Только что завершилась межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ», которая проходила в Славянском районе в конце июля. В ней принимало участие 100 поисковиков из всех районов Краснодарского края, из шести регионов России. И вот за несколько дней работы на территории Темрюкского, Крымского и Славянского района были найдены 17 солдат и обследовано место падения штурмовика «Ил-2». В свете участившихся попыток переписать историю следует уделить серьезное внимание просветительской работе и информационной поддержке, отметил губернатор. Тем более, что в крае есть огромная интерактивная площадка для этого. В музее «Россия. Моя история» наглядна и, что самое главное, для молодежи интересно рассказывают о фактах того времени. С помощью сенсорных экранов, световых боксов и мультимедийных экспозиций можно погрузиться в события прошлого. В ползала, который сейчас принадлежит истории Краснодарского края, будет создана экспозиция мультимедийная именно по героям, по путям победы, по всему Краснодарскому краю, только Краснодарского края касается, по Великой Отечественной войне. Школьные музеи, они не просто должны быть школьными музеями, потому что они должны быть. Они должны быть со школьниками. То есть алгоритм посещения, постоянного посещения должен быть в каждой школе проработан, как и исторического музея «Россия. Моя история» тоже должен быть проработан, чтобы сюда до вечера там находилась молодежь. Со всех районов туда нужно везти, эту молодежь, школьника везти для начала. Но, пожалуй, достоверней всего о событиях ушедших лет расскажут только ветераны. Те, кто лично видел и пережил ужасы Великой Отечественной войны. К сожалению, непосредственных участников тех событий с каждым месяцем становится все меньше. Самым младшим из фронтовиков сейчас 92 года. Государство обязано заботиться о них не только в канун майских праздников, обратил внимание Вениамин Кондратьев. В текущем году 104 ветерана в Краснодарском крае получат новое жилье. Ветеран, настоящий ветеран, который на самом деле воевал даже в раннем возрасте, они все в раннем возрасте воевали. Дай Бог им здоровья. Но максимальное внимание, особенно с точки зрения жилищно-бытовых условий. Коллеги, вот здесь не смотрим ни на что. Попал в списки, не попал в списки. Обязанность на нас лежит. Сделать все, чтобы он жил долго, на самом деле в комфортных условиях. Сегодня на Кубани осталось 2604 фронтовиков Великой Отечественной войны. И мирным небом над головой мы обязаны каждому из них. Сочинцы могут принять участие в подготовке к празднованию юбилея Великой Победы. Сочи готовится масштабно отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В мэрии курорта уже сейчас оставляют план основных мероприятий. Жители могут оставить свои предложения. Какие праздничные события стоит включить в этот план? Для этого достаточно заполнить форму на официальном сайте администрации города. Необходимо будет указать имя и фамилию, контактный номер телефона и электронную почту. В случае объявлено штормовое предупреждение. И действовать оно будет все выходные. Ожидаются сильные дожди с грозами. Над морем могут формироваться смерчи. А в реках возможен резкий подъем уровня воды. Поэтому глава города потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Все службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии по прогнозам примет на себя Лазаревский район. Я требую, чтобы в Лазаревском районе отработали прям каждую ситуацию очень активно. Каждую ситуацию. Везде. Естественно, что требование ко всем главам районов, главам сельских округов это донести предупреждение до населения. Через квартальный. Путёк звонков, что будьте добры. В ночь возможно это. Пусть эту ночь не поспят. Пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы везде, в каждый населённый пункт кто-то был на связи. Глава Сочи попросил федеральных дорожников установить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС самим. Жителям рекомендовано принять все меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями и лёгкими конструкциями воздержаться от отдыха у воды и в горах. В случае происшествий надо звонить с мобильных по номеру 112. К другим новостям. Завтра в Адлере пройдёт Большой субботник. Такое решение было принято после инспекционного обхода района. А в самом центре Адлера Пахомов пресёк работу нелегального джиппинга. Все подробности в нашем сюжете. Адлер – самая южная часть курорта и самый популярный район Сочи у туристов. Сегодня в разгар летнего сезона недостатков отдыхающих здесь нет. Люди довольны. Море рядом, необходимые услуги и товары тоже под рукой. Но то, что порой незаметно гостям, замечает градоначальник. Обход Анатолий Пахомов начал с набережной Мзымты, где, как оказалось, ведётся незаконная торговля. Официальное разрешение на установку киосков у предпринимателей отсутствует. На другой стороне реки – парк. Здесь уже претензии к руководству Адлерской администрации. Сухая листва, вытоптанные газоны, пустые клумбы и объявления на столбах. Это первое, что бросается в глаза прохожим. Такая ситуация недопустима в курортном городе, напоминает мэр своим коллегам. Даем всего лишь три дня. И в понедельник, вторник посмотрим, как они справятся с этими задачами. То, что мы выявили, что вдруг появляются вообще незаконно установленные объекты торговли, это говорит о том, что здесь хозяина нет. Это говорит о том, что здесь просто-напросто ослаблено административное влияние. Не видеть то, что прямо на проходе к пешеходному мосту стоит такой объект, при том объект несуразный, который уродует внешний облик города. Конечно, и если это происходит, то это кому-то надо. И я думаю, что мы обязательно разберемся, кто и кому это надо. На выходе из районного парка на улице Демократической начинается частный сектор, который, судя по всему, превратился в квартал частных гостиниц. В конце улицы уже другое самоуправство. На проезжей части местные жители ведут незаконное предпринимательство, так называемый джиппинг. Приглашают туристов в увлекательное путешествие. Но, увидев комиссию, мужчины свернули баннеры и представились безработными. Расскажите, чем вы занимаетесь? Как называется? Я не занимаюсь. Ну, у вас же номер телефона на машине. Что вы предлагаете? Ничего. Просто номер у меня и все. Сегодня джиппинг можно легализовать. Необходимо оформить страховку на пассажиров и выполнять требования безопасности. Но местные предприниматели выбирают нелегальный путь. Поэтому в ближайшее время им предстоит встреча с правоохранительными органами. По пути же в самый центр Адлера снова сухие кустарники, неблагоустроенные газоны, не отвечающие требованиям единого стиля, объекты торговли. Самые популярные лакомства лета горячая кукуруза и мороженое также продаются с нарушениями. Кто вас поставил? Ну, так же не может быть в центре района. В центре района на самом видном месте вы встали. Завтра в Адлерском районе пройдет большой субботник, а начальники управления торговли и курортов плотную займутся устранением нарушений в своих отраслях. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 17 августа в Сочи облачно, дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 24, 26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Сочинская тропа здоровья стала длиннее. Ее продлили до Мацесты, а в будущем Теренкур дойдет до главного ванного здания знаменитой Сочинской Мацесты. По новой прогулочной зоне с новой оздоровительной акцией под названием «2019 шагов к здоровью». Эти шаги участники сделали по сочинскому Теренкуру. Построен он был в 30-м году, а второе рождение получил в 2009-м, когда по просьбе главы города предприниматели отремонтировали и благоустроили дорожки. Теперь их продлили до Мацесты. Ранее протоптанные пешеходные тропы залили бетоном и сделали освещение. Первыми по обновленному участку Теренкура идут глава города и волонтеры серебряного возраста. Своим примером они показывают нам, жить надо здорово, бодро, весело и интересно. Довольные люди старшего поколения теперь им легче станет ходить на море. Глава города ставит еще одну задачу, чтобы и курортники активно пользовались тропой здоровья. Для этого врачи санаториев должны рекомендовать прогулки по Теренкуру с записью в санаторно-курортной карте. Мне, как и многим другим моим коллегам, очень хотелось соединить все-таки морскую, как мы называем, часть нашего Теренкура с Мацестой. И желание было такое, что все-таки реализуем тот желаемый проект, когда больно-элогическое лечение станет лечением номер один. Здесь задача вообще санаторно-курортного комплекса поменять свою ментальность, сделать так, чтобы мотивация была к тому, что люди едут к нам на лечение природой. Эти территории могли стать частными участками с коттеджами, но сочинские власти этого не допустили. Тропу здоровью восстановили и открыли для всех желающих. Здесь 470 метров тропы. Это твердые покрытия, бетонное основание, установлены урны, установлено уличное освещение, которого, естественно, здесь не было. Здесь была такая, знаете, вот народная тропа просто в кустах пробитая, и люди пробирались, мучились, не могли пройти. Теперь это благоустроенное место, безопасное, комфортное. Здесь удалены все аварийные деревья, которые были проверены совместно с управлением лесопаркового хозяйства. То есть сделано так, чтобы люди комфортно могли передвигаться. На мой взгляд, это очень хорошая идея была соединить Мацесту с побережьем, потому что теперь можно пешком дойти от Мацеста и практически до центра города. К тому же есть возможность погулять с детьми, чтобы не уходить на проезжую часть, покататься на самокатах, на велосипедах. Вечерние прогулки с семьей. Удобно на самокате кататься, на велосипеде. У нас раньше такой возможности не было, а теперь есть. Детям очень удобно. Меценатов, благодаря которым прогулочная зона стала больше, лично поблагодаря глава города Анатолий Пахомов, Теренкур в будущем дойдет и до нового сквера на Мацесте, который еще строится. Кстати, сквер станет десятом открытым за последние годы объектом для прогулок и отдыха. Сочинское благоустройство высоко оценил и корреспондент столичной газеты. Здесь вообще в последнее время произошли великие перемены. Восстановили набережную, прекрасно делали. Здесь соединились с Теренкуром, которое всегда тоже очень важно было. Теперь уже люди ходят здесь, бегают каждое утро, вечером. Поэтому все нормально. Ранее в Сочи были открыты парк на Макаренко, сквер на Бытхе, сквер-фестивальную парка Дендрарии, сквер Дружба в селе Голицыно, такие же зеленые уголки на КСМ, в Блиново, а также в поселке Лазаревское. Глава города поставил задачу, каждый микрорайон, в том числе отдаленные, должны иметь свои места отдыха, не менее красивые, благоустроенные, чем в центре. В этом году в Сочи должно появиться 20 новых общественных территорий. Четыре основных микрорайона Мацеста, на улице Альпийской на Ареде, в Адлере, у школы номер 26, и в поселке Лазаревское, на улице Тормахова. Их возводит по программе «Комфортная городская среда». Еще 16 скверов построят за счет инвесторов также во всех районах Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочи отметили день профилактики атеросклероза и отметили активно. В парке имени Фрунзе перед летним театром все желающие могли взять уроки лечебной физкультуры. Занятие провела Юлия Кузина, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры городского центра медицинской профилактики. Она продемонстрировала комплекс упражнений для поддержания здоровья. Конечно, физические упражнения очень полезны в жизни любого человека. Даже если взять обычный комплекс общих упражнений, выполняя их ежедневно, буквально по 20 минут в день, это уже приносит огромную пользу организму. Тем, что это улучшает кровоснабжение разных органов и тканей, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышечные каркасы человека. Такие занятия регулярно проводятся в рамках городского проекта «Активное долголетие». Надежда Витиарец, его бессменный участник, сама любит движение и других зовет за собой. Двигаться, жить своей жизнью и любить, в конце концов, влюбляться, заниматься танцами. У нас девчонки, ну как девчонки, пенсионерки, занимаются танцами. И тоже спасибо городу, что они, столько организуется программ, вы посмотрите, и танцевальные всевозможные. И вот, пожалуйста, зарядка, причем не просто, а лечебная физкультура. Также для людей старшего возраста в Сочи работают клубы активного досуга по интересам. Есть спортивные и творческие секции. К примеру, на Адлерской набережной каждую субботу проходят занятия по йоге для людей старшего поколения. В Центральной библиотеке Ночаковского и в Дагомысе уроки компьютерной грамотности. Дыхательная гимнастика для пожилых проводится в парке «Ривьера» шахматно-шашечный кружок в Доме культуры Верхнего Лао. А еще все желающие могут оздоровиться и одновременно получить рекомендации медработника во время прогулки с врачом. Это еще один городской проект, объединяющий любителей ходьбы. Каждую пятницу оздоровительная прогулка стартует в 18 часов от площади Островского. Маршруты прогулок с врачом работают во всех районах Сочи. Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда. С 1 января он может составить 12 130 рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас МРОД составляет 11 280 рублей. То есть повысить предлагается почти на тысячу. Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год, как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Нынешнее повышение коснется приблизительно 4 миллионов россиян. А в Росстате рассказали, как за 40 лет изменился рацион россиян. Жители страны стали есть вдвое меньше картофеля, но в два раза больше фруктов и ягод. Об этом говорится в тематическом отчете Росстата, пишут кубанские новости. Кроме того, россияне стали есть больше рыбы, овощей и бахчевых. С потреблением мяса за это время изменения произошли дважды. Сначала к 2000 году цифра снизилась с 70 до 59 килограммов в год, а потом снова выросла до 89 килограммов. Чего стали есть меньше, так это хлеба, круп, макарон, яиц, молочных продуктов, а также сахара и кондитерских изделий. По мнению диетологов, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни. Увеличивается количество людей, которые заботятся о своем здоровье. К тому же, параллельно выросла доступность в сравнении с 1980 годом и фруктов, и овощей. За жизнью леопарда в Сочи теперь можно следить онлайн. Об этом специалисты рассказали на презентации нового проекта Smart Leopard. Там же стало известно, что центр скоро отправит во взрослую жизнь очередных своих воспитанников. Новый проект назвали Smart Leopard. Он реализован в рамках президентского гранта. В Сочинском нацпарке особи переднеазиатского леопарда готовят к жизни в дикой природе. Из-за особого режима увидеть животных практически невозможно. На помощь пришли цифровые технологии. На первом этапе проекта в вольерах установили 46 камер. Вторым этапом стал запуск информационного портала Smart Leopard.ru, где организована онлайн-трансляция. Наблюдение за леопардами необходимо в первую очередь для научного анализа. Ученые смогут узнать, как хищники ведут себя во время кормления, охоты, игр, как реагируют на человека, своих сородичей других животных, какие повседневные привычки и повадки отличают одного леопарда от другого. Благодаря этой информации специалисты смогут разработать оптимальные схемы подготовки котят к выпуску, а значит увеличить шанс на сохранение исчезающего вида. Сейчас в лесах живут 4 выпущенных храней леопарда. Сегодня мы снова готовим к выпуску еще 3 леопарда. Их будет уже 7. И большая задача, конечно, чего мы очень все ждем, когда уже они смогут создать крепкую семью леопарду и все-таки потомство произнести на воле, а не под присмотром человека. Вот это будет настоящая победа такая, когда мы поймем, что они смогли выходить потомство в дикой природе, тогда проект будет удавшимся на 100%. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется с 2007 года. Это единственная в России программа, направленная на восстановление вида, полностью исчезнувшего в дикой природе. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Также смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. И в социальных сетях в группах Говорит Сочи, в Facebook, Instagram, в Одноклассниках, в Telegram и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube Говорит Сочи. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Предоставлено мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.